друзья всем привет у нас очередной выпуск адвайса который будет посвящен вашим вопросам на дворе весна и это означает что уже очень скоро мы перейдем наконец-то к съемкам на природе будем ловить рыбу рассказывать показывать а пока я еще буду отвечать может быть этот может быть еще один выпуск буду отвечать на ваши вопросы ну что погнали первый вопрос как правильно одним фидером закормить точку ловли при ловле на флэт или желателен 2 закормочный фидер той же длины смотрите на самом деле в ленивом формате или если у вас есть только одна удочка нужны длины можно конечно ловить одной то есть вы сделали закорм привязали классическую кормушку закормили срезали ее привязали монтаж с флэтом он у вас может быть заготовлен вообще на отдельном отрезке лески тип будет такой как ним небольшая как вставка из лески до чтобы не не делать его на основе но можно и было бы удобнее если у вас все таки есть два удилища одинаковой длины это позволит вам не только быть более маневренным но и ловить сразу после закорма то есть у нас были турниры где очень круто рыба в частности крупная называется на закорм поверх закинутого флота то есть можно это конечно сделать одной удочкой быстро привязать и закинуть но гораздо удобнее будет если вы сделаете флэт оснастку закинете и сверху в ярости вскроете там две-три кормушки это будет такой эффект ловли из-под спомба из карт фишинга и он действительно приносит свои плоды поэтому если вас есть 2 удочка я рекомендую все таки делать 2 причем на закормочной совершенно неважно какая то будет катушка то есть может быть более бюджетный комплект желательно чтобы они были только в одной длине второй вопрос как ведут себя вместе замешаны прикормки активные и нейтральные смеси например лечь плюс плотва не такого что некоторые частицы останутся недовлажненными активные наоборот чересчур много выпьют воды ну во всех прикормках там еще в плотвенных как правило зависимость от производителя это могут быть совершенно разные смеси вот до того что и лечевые прикормки есть достаточно легкие активные да и плотвенные есть достаточно тяжелый но в общем и целом да мы берем за правило что лечевая прикормка как правило более липкая менее динамичная и прикормка для плотвы она прям такая взрывная активно по поводу того что ну переувлажнить у вас не получится вообще смесь лечь плюс плотва она настолько универсальна что если вы возьмете там пять разных производителей смешаете у них классическую или сейчас плотвой то вы получите хороший состав речь идет и о наших прикормках я зарубежных разницы нет наоборот может быть хорошо что это будет смесь именно и динамичная и одновременно и липкая если вы не знаете водоема то именно такой корм который будет и в ярусе фонить и на дне стелиться он как правило покажет какой-то такой усредненный универсальный результат потому что я тоже такую смесь часто использую но если у вас допустим стоит задача добавить более мелкофракционную прикормку но чтобы не было этих самых активных частиц то можно просто замешивать корм с вечера то есть я так очень часто практикую когда знаю что будет либо ловля аккуратной рыбы либо это будет прям лещи и но при этом не нужна прикормка мелкофракционная и чтобы придавить в ней так скажем и и взрывные характеристики я мешаю корм с вечера причем изначально его достаточно сильно переувлажняя напротив бывает что нужно смесь активно и мы тогда мешаем утром непосредственно перед туром чтобы как раз часть фракции не до увлажнилась осталось даже такой полусухой иногда мы в тур выходим нас прикормка такая еле-еле сжимается то есть условия бывают самые разные поэтому здесь вы должны уже понимать исходя из своих там тренировок или вас просто были выезды на это выдаем что действительно в этой конкретной локации нужно нужно ли динамика или нужен корм мертвый исходя из этого уже можете мешать ли сейчас плотвой либо вообще мешать допустим чисто лещовые составы более клейкий или наоборот выбирать там активно еще добавлять туда каких-то более активных смесей третий вопрос посоветуй пожалуйста комплект удилищ для соревнований на водохранилищах на данный момент есть удилища 3 метра тест 25 плюс 360 60 плюс 3 90 90 плюс каждое удилище продублировать или же взять например к пикеру более мощную 33 в пару и т.д. дистанции лова до 60 метров смотрите я не рекомендую вам сейчас брать еще какие-то длинны к этому комплекту изначально будет правильно если вы продублируйте все эти удочки и желательно даже в той же модели ну не обязательно но это будет очень хорошо если у вас будет по 2 удочки абсолютно одинаковых это правильно свое время я добывала что брал разные удочки в дубле то есть плюс-минус по характеристикам они подходили но когда вы в процессе рыбалки неважно турнир или обычная рыбалка вы меняете удочку до вас там что-то случилось или в этом где-то поменяли разные крючки хотите порвать другую снасть в любом из этих случаев удочка все равно отличается даже если на будет с одинаковым тестом но может быть одна чуть жестче на чуть мягче вам нужно будет уже подстраиваться под заброс поэтому все это будет немножко сложнее я вообще не рекомендую даже в туре там переходить с лески на шнур вот такие прыжки но они для спортсменов то нормальные для обычных рыболов сам заброс меняется стиль и поэтому я бы вам советовал все эти удочки которые у вас есть вне зависимости какой у вас там фирмы фидера просто продублируйте и у вас будет отличный комплект у вас будет два пикера два медиума универсала и две удочки более дальнобойные 3.9 поэтому вот такой мой вам совет здравствуйте можно ли заставить леща клевать на опарыша но не работал опарыш прошлым летом от слова совсем осмотрим у нас проблемы и резал на крючке и топил и варил и красный и белый брал только на мотыля есть такая модель поведения у леща и как правило заставить его есть те личинки которые ему не нравятся бывают очень сложно я сам попадал очень часто на рыбалке где до лещ просто я смотря и это нормально и его если можно поймать на опарыш это точно в гораздо сложнее это будет и в меньшем количестве если у вас прям стоит задача его заставить клевать то единственно что могу посоветовать это тактика завала опарыша то есть когда вы на точку подаете его очень много и есть вероятность что он все-таки будет его там по одному прищипывать и поэтому по итогу поймет что это тоже съедобно и вполне вероятно в объемную насадку на долгом ожидании вы сможете его поймать но повторюсь это бывает не везде ваш действительно лечь клюет на мотыля и альтернативой в этом случае может стать только мелкий мелкий навозный червяк то есть буквально вот личинки червяка из можно сказать то есть их размер должен быть как раз сопоставим с размером мотыля у нас тоже были турниры в южных регионах где мотыля просто не было его можно было привозить непонятно откуда непонятно каком качестве он будет и мы именно искали сами либо просили кого-то сортировать и брать очень-очень мелких навозных червей как правило на них тоже клевало в любом случае лучше чем на опарыш это единственный вариант альтернативы в вашем случае попробовать найти мелкого червя потому что при прочих равных действительно мотыль там останется самой лучшей насадкой для вашего леща такое бывает и поверьте это не какой-то исключительный случай я знаю очень много водоемов где действительно решает именно мотыль иван можете еще сориентировать по шнуру zemex iron нужен шнур для грузов 100 120 тек сильный волга шнур толщины такой что можно было ловить с шоком и без шока приобрел 012 iron пока что стоит выбор куда его мотать сравнил его по толщине с другим производителем той же толщины 012 почему-то zemex тоньше сам шнур не тестил на вид зашел стакане тонет ну смотрите кормушки 100 120 грамм я вообще не рекомендую использовать такие оснастки без шок лидера у вас сильное течение поэтому если вы хотите закидывать эти оснастки без шок лидера то в любом случае это будет очень толстый шнур и если шнур будет толстым то у вас оснастки будет соответственно сносить тоже достаточно сильно и вам придется их еще больше утяжелять поэтому это условие экстра хэви и я вообще даже не буду говорить о каких-то диаметрах без шока потому что ну не имеет смысла это 018 и выше будет шнур свое время очень много ловил на днестре оснастки тоже 120 140 грамм так я могу сказать что даже шойки вот я использовал там полторашки да по японии то есть достаточно брутальные шнуры если забросы дальние то в течение трех-четырех часов я сжигал практически любой шок лидер то есть даже есть это был просто дорогущий японский шнур потому что забросы дальние супер агрессивные и шнур рано или поздно просто переживаться если не убирать этот рабочий отрезок который берет на себя максимальную нагрузку поэтому давайте рассмотрим вариант все все же где мы будем использовать шок и какой сто сто двадцать грамм ну грубо говоря нужно пробовать смотря какой шок вы будете использовать я начинал наверное от 018 зависит еще какие вас дистанции вот это не указали если дистанции не очень большие то вполне вероятно что там шока 018 будет за глаза если вам нужно отправлять кормушку далеко вплоть до того что вам придется до поставить там 02 шок а вот что касается основы то при использовании шока можно оперировать совершенно разными диаметрами шнуров ну наверное все таки не 012 земли x iron вы сами сказали что достаточно тонкий он на самом деле реального диаметра то что у вас есть шнуры других производителей и они толще скорее всего просто там диаметр указан не совсем верно поэтому ну я бы рекомендовал наверное вам все-таки поставить если берем по градации земли x iron поставить шнур 014 и с переходом в шок 018 попробовали покидали есть у вас там условно третьем четвертом часу все-таки 18 шнур пережегся поставить 02 ну я до ноль двух использую но могу сказать что я очень давно не ловил кормушками 120 грамм хотя очень хочется ну может быть выберусь куда-нибудь на сильное течение потому что это классная интересная рыбалка поэтому вот так ну без точнее вот шок лидер окей ну без шока я как уже сказал вообще не считаю целесообразным такие оснастки использовать просто они будут гораздо тяжелее вылетать и на течение вам будет очень-очень трудно поэтому мой совет попробовать начать 014 переход 018 это такой будет нормальный хороший речной вариант и в этом самом случае к вас будет основа 014 вполне вероятно что вы сможете снизить на 10-20 грамм вес вашей основной оснастки это тоже немаловажно подскажите что делать если нет возможности покупать большое количество живого компонента в магазинах продаются только маленькие баночки опарика и червя мотыля нет совсем добавлять кукурузу горох и различные крупы получается не смотрите все зависит от запрессованности вашего региона это очень важный момент потому что долгий период своей практике я тоже рыбачил без большого количества живого компонента ну либо там прям вот как буквально по баночкам где-то там подкидывал совсем небольшое количество личинок и в принципе если вы ловите до летом там в жару активную крупную рыбу да можно использовать зерновые не всегда они нужны если вы ловите весной поздней осенью может в принципе чистой прикормкой это тоже не так уж плохо либо использовать какие-то мелкие зерновые потому что ну крупная фракция она конечно по крупной рыбе когда рыба активно она нужна но вот в некоторых других случаях вы можете просто этим испортить свою рыбалку поэтому я рекомендую все же попробовать словить просто прикормкой либо иметь два вида прикормки одну чуть покрупнее фракция ну чуть помельче вы поймете какая лучше будет работа на что касается нашего региона я могу сказать что он очень московский подмосковный настолько запрессован что я не уверен что если поехать куда-нибудь на культовую локацию без живого компонента что я останусь хорошим уловом нет я практически уверен что я поймаю очень мало рыбы и и на реках такая же ситуация я сменил до регион кардинально и могу сказать что действительно здесь сложно то есть практически невозможно ловить рыбу без живого компонента настолько она разбалована настолько она стала хитрой но при этом если вы как говорите что у вас даже мотылянец продажи вполне вероятно что вы будете ловить на червяного опарыша и просто на хорошие качественные прикормки вы сможете нормально ловить рыбу здесь нужно будет регулировать подачу прикормки иногда чтобы просто удержать рыбу вам придется подавать просто прикормки больше то есть ставить кормушку побольше делать до закорма не будет чего-то дополнительного того что рыба может там собирать но рыбачить естественно таких условиях тоже можно и в этом нет больших проблем как я уже сказал раньше я так ловил и поверьте ловил очень много рыбы очень интересно послушать как бы ты выбрал место в корытообразном водоеме река почти без течения канал где вариант один все абсолютно одинаково и абсолютно не к чему прицепиться вариант 2 очень много вероятных точек локальные ямки ракушка мини бровки лучший пример про не в рязанских кирицах где проходят соревнования как бы ты поступил в таких случаях так что касается первого варианта водоем без рельефный как я его называю она и в одном и в другом случае ответ будет простой тактика несколько нескольких точек то есть это может быть две точки может быть три давайте по поводу водоем без рельефа я снимал видос про мер дна там четко рассказывал где как бы я делал а вот возьмем проню рязанскую да это действительно очень сложный водоем водоем который для спорта очень сильно зависит от жеребьевки потому что там в разных зонах в разных частях совершенно разная рыбалка разные виды рыб разные дистанции и таких водоемов конечно очень важно и качественно потренироваться и умение быстро адаптироваться во время тура мне действительно нравится эта речка жалко только что я никогда не попадал в начало зон а где просто люди рыбачить как на другой планете как ловить там на проне никогда я не выбираю одну дистанцию потому что их там действительно очень много там есть дистанции которые связаны с подводной растительностью там обитают одни виды рыб то есть допустим ближние дистанции там всегда можно было сыграть на красноперки на окуне который просто там живет он по факту привязаны не столько к рельефу сколько именно к водорослям вот этим вот прибрежно там есть отличные дистанции до связанные с мини бровками там есть дистанции в русле в середине где просто можно ничему не привязываться кинуть в середину речки и ловите там тоже может клевать можно кинуть под тот берег там есть сектора где есть такой и лог с небольшими как микро коряжками там бывает что на подлещике можно сыграть на таких водоемах к сожалению нет однозначного ответа где нужно ловить потому что там каждый раз каждую неделю или в зависимости от сезона будет разная рыба на разных дистанций единство что можете сделать это качественно потренироваться чтобы понять где все таки лучше будет ловить и тактика нескольких точек я не перестану повторять что это одна из лучших тактик если вы отдаем и нет течения это важный момент на броне там его нет особого да то есть слабое течение где вы можете буквально собирать рыбу с разных точек и в процессе тура понять где будет лучший клев и самые там хорошие рыбы да потому что нужно еще понимать вес который вы будете ловить иногда можно сыграть на уклейке на красноперке на некрупном окуне а бывает что там раздача хорошего подлещика и леща и этот именно тоже нельзя списывать со счетов поэтому действительно водоем интересный спортивный и вы на таком водоеме должны иметь несколько удилищ в разную клипсу кормить их со старта и процессе тура смотреть где рыба будет клевать лучше вот такой мой совет и я сам на про не играю плюс-минус так всегда иван добрый день спасибо за полезное видео вопросы к следующим выпуском есть ли смысл в крючках безбородки второй вопрос как натренировать английский заброс может есть какие-то секреты или методика крючки безбородки честно скажу да я применял могу сказать что на данный момент я не использую их по какой причине в принципе ловить рыбу ими можно на самом деле нет там никаких больших проблем со сходами рыбы да как с таковой в частности я пробовал безбородые крючки для темповой ловли чтобы еще быстрее оцеплять рыбу но есть проблема что вместе с рыбой очень часто отклеивается и насадка то есть по факту если я насажу на обычный крючок до микро барби с небольшой обороткой насажу опарыша чулком то сама оборотка будет придерживать опарыш очень долгое время рыбы не сможет его стащить и я смогу одной насадкой поймать там 357 бывает и 10 рыб случае с безбородой с безбородым крючком просто бывает такое что я снимаю рыбу и собственно говоря с ней снимается и опарыш или бывает такое что рыба даже может его снять под водой бородки нет то есть нет такого стопора для насадки за такой момент очень важный когда еще можно использовать безбородки при ловли на мотыля но как правило это хорошая рыба не мелкая то есть ни о ком темпе некий не мелкие подлещики не мелкая плоталась к выловите хорошего леща очень аккуратного леща как правило по холодной воде отсутствие бородки даже минимальные позволит вам сделать идеальную презентацию личинки будут все буквально живые на крючке то есть вы на краешек одеваете ну в этом случае да можно можно использовать безбородок человек действительно небольшой но плюс по сравнению с аналогами с бородкой у него будет я повторюсь несмотря на то что у меня есть коробки разные безбородые крючки я уже очень давно их не применяю потому что на данный момент на рынке есть очень качественно такие же тонкие крючки с буквально вот прям с минимальной бородкой которая и личинку особо не травмируют и рыбу держит классный позволяет ловить в темпе то есть рыба цепляется хорошо поэтому для себя я тему с безбородовыми крючками закрыл пока их не использую ну начну использовать и думаю только в случае если их введут в обязаловку в плане регламента в спорте по поводу английского заброса ну тут все немножко сложнее у меня какой-то секретной методики нет просто наступил такой момент когда я понял что этот заброс в ряде случаев выигрывает у своих всех других аналогов частности это темповая ловля в этом случае заброс очень быстрый да сейчас по регламенту разрешили заброс так называемый из под юбки он временами на очень коротких дистанциях может конкурировать с забросом английским то есть длинным свисом но в общем и целом мое мнение что заброс длинным свисом позволяет ускориться рыболову на дистанциях там объективно метров от 8 9 там от 10 скажем 10 может быть до 25 и в этом случае кто использует эту технику наверное имеет небольшое преимущество по скорости то есть я сам использую с разными забросами то есть все зависит от условий очень долгое время я ловил с длинным свисом вообще почти всегда и потом я как раз переехал центральную часть россии и был целый ряд водоемов где я не мог его использовать и мне пришлось перестраиваться адаптироваться первое это были водоемы в парке в том же брате его где к сожалению сзади ходят люди очень близко и у меня был случай когда просто чуть не зацепил человека кормушкой я перешел на заброс коротким свисом из-за головы то есть он грубо говоря просто давал мне возможно быть спокойным что никого там не зацеплю водоемы где у вас есть какие-то холмы сзади которые мешают тоже у вас получается оснастка может коснуться может запутаться поводок это не вариант третье дамбы на водохранилищах часто на крутых дамбах вы тоже можете зацепиться поводком поэтому лучше уметь пользоваться разными забросами какие-то секреты секреты нет секретов вы должны просто приехать на водоем поставить цель научиться пользоваться именно этим свисом и постоянно им кидать первое время скорее всего вам придется ну отстрелы может быть будут захлесты могут также быть ну и вполне вероятно что и с парой квертипов вы тоже можете распрощаться если только у вас не стоит там титановый квертип то есть для старта я бы наверное рекомендовал бы если вы еще вообще не владеете английским свисом я бы все таки советовал вам поставить титановый квертип вне зависимости какая у вас там удочка что он подходил желательно да по посадочный диаметр потому что но многие мы знакомые которые начинали они квертипов поскладывали прилично в остальном ну вот теоретически какой совет бы вам дать там очень важно чувствовать момент к вы откидываете кормушку и когда она полностью оттягивает бланк за вас то есть нужно сделать мах вперед он должен быть не сильным если мы ломан на не каких-то не очень больших дистанциях то есть важно чувствовать момент когда кормушка полностью бланк оттянул то есть в этот момент вы буквально чуть-чуть делаете в противоход рукой и все и удочка сама все делает за вас это нужно чувствовать то есть я вот вам сейчас не могу сказать что вы сделаете так так вы придете вас все получится нет но если задаться целью то владеть этим забросом можно достаточно быстро то в течение там ну сезона точно может быть и быстрее в зависимости у кого как получается пробуйте вначале ловить легкими весами то есть небольшими кормушками компактными во первых они скорее всего и не сломают кувертип на забросе вас просто случится захлест может быть там шнур отстрелится но по крайней мере кивок вы сохраните целом пробуйте там ставьте 15-20 грамм небольшие кормушки нужно понять начали принц потом постепенно увеличивайте вес увеличивайте объем и используйте там более мощные удилища заброс классный когда вы им овладеете вас первое время даже будете просто получать удовольствие того что у вас получается потому что действительно такой интересный и оставляет заброс какие-то непонятные ощущения что вроде бы как бы все это так длинно вроде так сложно у вас это получается поэтому вы на правильном пути просто нужно пробовать и стремиться к своей цели здравствуйте скажите сколько вы обычно используйте килограмм прикормки во время любительской ловли добавляйте ли вы в прикормку грунт песок или глину скажите возможно ли на реке перекормить целевую рыбу блок вопросов так любительская рыбалка ну идеально наверное я считаю все таки в районе трех килограмм смотря какая у вас есть а сколько вы планируете на пробыть на водоеме ну и конечно какой-то стиль водоема да то есть есть это лето лещи все клюет как там в трех килограмм вам не хватит вы ловите большой кормушкой чтобы удержать рыбу на возьмем какую-то среднюю дату речную ловлю мне бывает что хватает двух пакетов но это в случае если у меня есть много живого компонента то есть живой компонент соответственно забирает объем в кормушке и прикормка мне иногда нужно только для того чтобы подавать пробки если мы рассматриваем вариант что мы ловим с минимальным количеством живого компонента есть там чуть матерять чуть опарыша но не два с половиной литра до полу как разрешено на турнира то наверное я все-таки мешал бы от трех и выше то есть три-четыре килограмма это такой будет нормальный запас и хорошо если у вас еще просто есть прикормка иногда не знаю что будет на локации до мешая со стартом 2 смотрю реально клюет я один контейнер с корма выкинул 2 и просто там в средней рыбалке быстро беру чем домешаю прикормки потому что я понимаю что уже по динамике что мне еще нужно будет или мне хватает это чем удобнее что вы просто ну заранее много не мешаете можете сэкономить перекормку бывает что вы замешали 4 килограмма рыбалка не идет или нужна какая-то деликатная подача маленькая кормушка у вас уже намешан ну в этом случае как бы либо вы выкидываете корм либо там можно допустим заморозить я кстати иногда тоже практикую если у меня осталось много хорошей дорогой прикормки с компонентами можно заморозить использовать на последующей вашей любительской рыбалки нормальная практика не зазорно добавляю ли я прикормку грунт песок или глину очень редко как правило это больше происходит не на наших водоемах на европейских но я использую глину практически всегда для разбивки мотыля плюс иногда использую в сочетании с прикормкой но я не добавляю не размешиваю ее сразу в общем объеме то есть я ее использую дозировано пробую такое бывает но техники кормления с глины есть и по окуне и по другой рыбе то есть поэтому до глина у меня всегда есть так возможно ли на реке перекормить целевую рыбу ну вообще на реке есть вы ловитесь мы берем теплое время то есть это лето да там ранняя осень рыба активно рыба клюет перекормить ее очень сложно но можно себе немножко до испортить рыбалку в плане того что вы можете получать не такие быстрые поклевки когда будете заваливать агрессивно точку зерновыми или живым компонентом и у вас количество рыбы там не очень большое но при этом если вы давали бы дозировано у вас бы клевала гораздо чаще поэтому перекормить нет но если там ну образно представим что там вас на точке 15 каких-нибудь рыб стайных которые кушают все у них хорошо и вы кинули им там 200 личинок опарыша образно говоря конечно вероятность того что они в первую очередь следят то что вас на крючке не так велика понятно я все это утрированно говорю но лучше подавать таким образом чтобы вы чувствуете что начинается провала вы даете много животины взяли несколько кормушек убрали вообще исключили там зерновые прикормлены перекормить на реке вот это точно практически невозможно это только случай если вы ловите может быть зимой это не факт вот поэтому пробуйте чувствуйте как бы бывает такое что я на турнирах чуть перекармливаю рыбу и чувствую что вот клев угасает и беру исключая весь живой компонент ловлю по пару забросов пустой кормушкой или пустым корму и получается что возвращаю рыбу то есть она чуть подъедает и начинает также активно клевать вот такие вот мысли по этому поводу приветствую вам хотел бы услышать ваше мнение про шок-лидер из моно лески у нас городе одни топят за шок-измонки вторые говорят что не особо нужен так как условия позволяют ловить без шока ну вопрос такой сразу рекомендую посмотреть видос про шок-лидер я достаточно ярко все там обрисовал как ловлю я какие шоке использую для какой рыбалки если вы можете ловить без шок-лидера ловите без шок-лидера то есть если он вам не нужен то особо каких-то преимуществом вам не даст да у меня тоже знакомый которую ловят шоком из монки я ловлю только в случае если это карп либо другая крупная рыба и основная у меня тоже леска то есть у меня монка основная монка на шоке во всех остальных случаях я либо не применяю шок-лидер либо шок-лидер у меня из шнура потому что если речь о дальних забросах то шок-лидера шнура гораздо больше преимуществ вот такие вот мои мысли поэтому обязательно посмотрите видос шок-лидером там в принципе все по полочкам разложил я думаю будет понятно что же на сегодня все вопросы у меня исчерпаны друзья если есть вопросы еще оставляйте в комментариях только просьба оставляйте вопросы под актуальным видео то есть под последним потому что мне иногда приходится по всему youtube уходить и ходить смотреть где вы оставляли комменты это не так удобно я могу просто пропустить и не стесняйтесь дублировать если я не заметил где-то ваш комментарий на сегодня у меня все всем хороших рыбалок ждем открытия сезона до новых встреч пока